Здравствуйте. 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 Согласно клиническим рекомендациям ВОЗ, для дифференцированного рака щитовидной железы позитронно-эмиссионная томография, равна как и МРТ, на долечебном дохирургическом этапе применяют для диагностики метастазов по индивидуальным показаниям, так как при шейно-грудной локализации антистатического процесса эти методы значительно уступают диагностическому комплексу УЗИ, тонкоигольной биопсии и компьютерной томографии. При профилактике дальнейшего прогрессирования процесса у пациентов с биохимической ремиссией после радиотерапии проведение плановой синтеграфии костей всего тела не рекомендуется. Синтеграфия костей всего тела рекомендуется через 6-12 месяцев после радиотерапии у пациентов группы высокого и промежуточного риска, вес, достижение биохимической ремиссии, персистенции заболевания с или оценки процесса заболевания. ПЭТ-КТ всего тела рекомендуется пациентам группы высокого риска при высокой концентрации фериоглобулина выше 10 нгм и отрицательных данных синтеграфии всего тела с целью исключения структурного прогрессирования болезни. Основные радиофармпрепараты, которые используются, были указаны выше. Пертехнитат диагностика изолирована только с этим радиофармпрепаратом на дооперационном этапе. Не рекомендуется вследствие отсутствия достоверных диагностических, дифференциально-диагностических признаков доброкачественных и белокачественных опухолей. Технитрил высокоэффективен в диагностике йодликветочных, лукоцитарных, адвеном и парцином. Новый опыт применения этого препарата показал, что технитрил также может использоваться как вспомогательный метод пациента распространенности дифференцированного и негулярного рака щитовидной железы. Йод 123-131 используется после тереотектомии при подозрении наличия остаточной опухоли, а также для дезинфицированного планирования радиотерапии, посудившего динамическому наблюдению пациентов дифференцированного рака щитовидной железы. Второй дезоксиоглюкозы, что используется при пустеронной инсионной томографии. Как мы все знаем, это самый распространенный радиофармпрепарат для ПЭД. Он позволяет обнаруживать опухоли с повышенным метаболизмом глюкозы. Поглощение в ДГ клетками опухоли основано на повышенной экспрессии глют-рецепторов, а также повышенной активности глипидотических ферментов. Выполнение ПЭД-СФДГ после радио-йод-терапии оправдано при несоответствии с антиграфической картиной и повышенном уровне тереоглобулина. Встречается это в 5% случаев, где обусловлено д-дифференцировкой клеток опухоли. Представляем несколько случаев, которые были получены в результате обследования пациентов у нас на отделении. Популярные рачи щитовидной железы, состояние после тереоидектомии, радио-терапии в 2014 году. В дальнейшем, в 18-20-е годы при компьютерной томографии были выявлены очаговые изменения в жестких, и в течение этого времени динамики их размеров и количества выявлено не было. Однако при повышении уровня тереоглобулина была выполнена синтеграфия всего тела с йодом. В проекции ложечи щитовидной железы в легких скелете очагов выявлено не было. При ПЭТ с торбезоксиглюкозой было выявлено включение патологической радиофармпрепарата в одном очаге, размер которого был 5 мм, а очаги 3 и 4 мм, от 2 до 4 мм, которые были полисегментарно в обоих легких, препарат не захватывали в связи с тем, что размеры их были менее разрешающей способности метода. Также пациент с папиллярным раком щитовидной железы после тереодектомии радиотерапии было выявлено повышение тереоглобулина. При стентеграфии ложечи щитовидной железы накопления претехнитата выявлено не было. Однако в дальнейшем у пациента стали появляться жалобы, а именно осиплость голоса и периодические эпизоды кровохарпания. Тереоглобулина стала повышаться до 50, при ларингоскоге было заподозрено образование трахеи, при МРТ выявлено образование правой стенки шейного отдела трахеи. Было выполнено ПЭТ-КТ-исследование с торбезоксиглюкозой, выявлен местный рецидив заболевания и также асимметрия просвета инфрохиодной части трахеи с потолшением ее правой стенки. Фолликулярная низкодифференцированная карцинома щитовидной железы, тереодектомия, центральная шейная лимфоденоктомия, радиотерапия. При ПЭТ-СФДГ тереоглобулина составляла 1200 мгм. При ПЭТ-СФДГ были выявлены патологические образования в области ложа щитовидной железы с асимметричным сужением просвета гортани. Также было выявлено поражение внутригрудных лимфоузлов и легкого. Согласно клиническим рекомендациям 2020 года ПЭТ-СФДГ визуализация рецепторов к самопостатину не рекомендуется как рутинные методы для переначального скрининга, например, наличие метастазов, у которых данные тонкоигольной биопсии или уровень кальцитанина позволяют поставить и подозрить диагноз с медулярного рака. Однако при послеоперационном уровне кальцитанина выше 150 рекомендовано выполнение УЗИ, КТ или МРТ или ПЭТ всего тела с необходимостью выявления структурного прогрессирования заболеваний. Чем выше уровень кальцитанина, тем больше вероятность отдаленных метастазов. Основным препаратом для выявления прогрессирования заболевания является торгозокси-фенилаланин. Также самопостатин-рецепторная синтеграти позволяет также более точно стадировать заболевания. Наиболее часто используемые радиофармпрепараты при диагностике рецидиво-медулярного рака являются дегидрокси-фенилаланин, вещественник эндогенов-катахоламинов, которые захватываются специфическими переносчиками превращаются в декарбоксилазы и превращаются в амблоксамин декарбоксилазы. Так как экспрессия переносчиков L-типа и активность декарбоксилазы активируются в клетках медулярного рака, это приводит к увеличению поглощения данного радиофармпрепарата. Дотапептиды – это радиофармпрепараты, предназначенные для визуализации опухолей, имеющих саматостатиновые рецепторы. Дотапептиды – высококомплементарен к рецепторам саматостатина 2-го типа, что наиболее распространено среди нейроэндокринных опухолей, дотанок 2-го, 3-го, 5-го типов, дотапок 2-го, 5-го типов. Использование данных радиофармпрепаратов показано как при диагностике рецидива медулярного рака, так и для планирования радионуклидной терапии с бета-излучающими радиофармпрепаратами. Медулярный рак щитовидной железы, период эктонии, селективная боковая шейная лимфодисекция с обеих сторон в 2010 году. Уровень кальцитонина спустя 9 лет составил 485 теграмм на миллилитр. Было выполнено ПТТ-исследование с галерой ТАТЭЙТ, при котором был выявлен местный рецидив заболевания вложу удаленной правой доли щитовидной железы. Также в левой надключичной области был выявлен ТЭЙТ, позитивный конгломерат лимфоузлов. Другой пациент, пациент также с медулярным раком щитовидной железы, в состоянии после тереоид эктонии и лимфодемиктонии. Ему было выполнено два исследования. Это было выполнено по рекомендациям клинициста, который направил на это исследование. Было выполнено исследование с галерой ТАТЭЙТ и исследование с трудозоксиглюкозой. Онкомаркеры и кальцитамин составлял 913, а реоракоэмбриональный антиген составлял 132, то есть достаточно высокие цифры. При этом было отмечено, что галерой ТАТЭЙТ больше накапливался в костных метастазах, в крыше эрклозных падинах, в позвонках, в ребре, тогда как тордозоксиглюкоза активно накопилась во внутребрудных лимфоузлах. Цифры уровня гиперфиксации радиопаркопрепарата были достаточно высокие, более 10. Пациент с медулярным раком щитовидной железы после лечения. Здесь было отмечено, что в течение года, первое исследование было в 2018 году, в течение года очаги сохранялись в височной кости и в грудине, но уровень их накопления радиопаркопрепарата значительно вырос. Хотелось бы сказать в заключении, что ПЭТКТ, который в золоте глюкозы является информативным методом радионуклеидной визуализации больным деферентированным раком щитовидной железы после радио-йод терапии при повышенном уровне кироглобулина отрицательных данных сканирования с радиоактивным йодом. ПЭТКТ с дотопептидами целесообразно выполняют при динамическом наблюдении больных с негулярным раком щитовидной железы и также с биохимическим литидивом. А использование фторбезоксиглюкозы в диагностическом алгоритме обследования больных с негулярным раком возможно, однако требуется дальнейшее изучение особенностей распределения радиопаркопрепарата при этом в кирсологическом типе опухоли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова